И последняя новинка. У меня такое чувство, что эту игру вы уже знаете. Crystal Dynamics и Aedes представляют Legacy of Cain, Soul River. Вы еще помните того вампира, который боролся справедливость? Теперь он сел на трон, и пора бы его скинуть. За это берется другой вампир, у которого возникли трения с Кейном по поводу крыльев. Великолепная трехмерная графика, полная свобода передвижения. Достойная конкуренцию Том Прайдеру. Внимание, внимание! В магазине Rollsport появились лазерные указки различных видов с большим выбором насадок. Звезды, фигуры, твиксы и так далее. В виде письменных ручек и обыкновенных брелков. Высокое качество проекции, экономичный расход батареек, небольшая цена, приятно удивят вас. Приходите в магазин Rollsport на улице Богданов, Милинского, 33. Выберите свою указку. В последнее время электронная карта продолжает и продолжает выпускать новые игры с приставкой 99. Честно говоря, мне это уже надоело так же, как и ему. Надеюсь, за пару недель до Нового года они не успеют выпустить что-нибудь новенькое. Опоздал. Они уже выпустили НХЛ-99. 99. 99. Спокойно, спокойно. Шайбу. 99. Шайбу. 109. Серия НХЛ возвращается на лед в значительно усовершенствованном виде. В чем же это отражается? Да во всем. Начиная просто умопоморочительно качественной видеозаставкой и до самой игры. Также в глаза прежде всего бросается создание своего собственного игрока. Ему вы сможете приписать любую национальность, команду, номер, имя и другую характеристику. Сама же игра продумана от сих до сих. В опциях и то приятно полазить, переключая те или иные функции. О всевозможных режимах в этой игре неимоверное множество. И турниры, и практика, и соревнования. И возможность выбирать вид кубка. Например, Стэнли. А команд тут очень много. Конечно же, моя любимая Канада. Также тут есть и Россия, и Болгария, и Ванкувер, Торонто, Питтсбург и еще очень много других. Капитана своей команды вы сможете выбрать любого известного хоккеиста. Конечно, и соответствующей команды. Что касается самих матчей, то, в общем-то, это основное в игре. Играть в игру очень интересно, особенно заядлым фанатом хоккея. Ведь их мечты сбываются. Камеру вы можете поставить с любого положения. Сверху, сбоку, наискосок, классический стиль и другие. А в процессе игры вы разработаете такие комбинации, которые даже и не снились профессиональному живому хоккеисту. Большой интерес оставляет игра вдвоем с другом, с братом или с папой. Мне больше нравится играть совместно против команды компьютера. Но это уже дело вкуса. Графика же улучшилась раза в два. И я не удивлюсь, если в следующий раз по полю будут скользить какие-нибудь не полигональные, а цифрованные хоккеисты. В музыку добавлены многие известные композиции. А это мне начинает нравиться. Да, в общем, нравится мне не только это, но и вся игра. Надеюсь, понравится она и вам. Поменьше падайте на льду. И сейчас это может случиться не только в хоккее. В эфире хит-парад Мираденди. На этот раз он будет посвящен жанру трехмерных приключений. За последнее время вышло так много игр. К тому же Крышбандику 3, Баглаев, Спайрзэ Драгон, что пора подвести итоги. Какая же игра достойна первого места? Пятое место. Джерси Дэйл. Приключения боевой летучей мыши. Четвертое место. Неутомимая ящерица. Гекс Энтерзэ Гекка. Третье место. Похождение дракончика Спайра. Второе место. Вечно вертящийся и по жизни оранжевый Крышбандикут 3. И первое место. Игра от студии Дисней. Баглайв. Приключения муравья. По огромному миру насекомых. А теперь подведем итог нашего прошлого конкурса. Выиграл Филипенко Сергей, который проехал трассу Гранд Велли за 1 минуту 29 секунд и 467 тысячных. Ну ничего себе загнул. Сергей, я тебя поздравляю. Ты обогнал всех соперников и стал победителем нашего конкурса. Мы предлагаем тебе прийти в понедельник в любое время в магазин Роллспорт. Где ты получишь приз в любой диск, который сам выберешь. А теперь послушайте условия нашего очередного конкурса. По вашим многочисленным просьбам мы решили вернуться к игре Фрэшбандикут 3. Условия проще обычные. Вам нужно собрать как можно больше платиновых ключей. Мамерикат с записами пригласите с понедельника по четверг в любое время. Победители будут объявлены в следующей передаче. Удачи вам. Каждое воскресенье на телеканале Премьер развлекательная и познавательная программа Мир Дэнди. В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и конечно же сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то безусловно эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим Мир Дэнди. Интересно, вам нравится созидать? Да? А разрушать построенное? Да, я люблю разрушать. Давай чем-то разрушим. Прямо сейчас. Пожалуйста, пожалуйста. Круто. Вы где конструктор, о котором мы сейчас расскажем? Не нужно ничего разрушать. Нам нужно строить. Да? Стой, постой, постой. Он нам еще пригодится. Ты видел этого парня? Угу. Он тоже решил заняться строительством. Конструктор является представителем жанра экономической стратегии. Жанра, который так мало распространен на PlayStation, что каждая новая игра воспринимается на ура многочисленными поклонниками. Вы являетесь мелким предпринимателем, имеющим всего-навсего небольшой участок земли, немного наличных и горстку рабочих. И с помощью этих средств вам придется превратить заросшую травой равнину в гигантский и благоустроенный город, где люди будут жить мирно со своими соседями, преступность будет искорена, и все будут счастливы. Не-не, не подумайте. Ничего плохого. Я бы не стал давать вам невыполнимые задания. Кстати, насчет заданий. Перед началом игры вы сами сможете выбрать, какой цели вам добиваться. Либо чтобы все люди в вашем городе были довольны, либо получить определенную прибыль за определенный срок, либо построить все возможные здания или жить со цвету конкурентов. Кстати, о конкурентах. Вот где вы повеселитесь на всю катушку. Отрываться на них можно по-страшному. Можно нанять грабителей, мафию, хиппи, панков, и даже дядю разломай его. Можно заселять его пустующие дома в ожидании хозяина. Можно устраивать демонстрации на его улицах, отвлекая рабочих и раздражая жителей. И вообще, устраивать ему настоящий ад на земле. Не стоит забывать, что все это может случиться и с вами. Так что не забудьте поставить полицейский участок. Если вы думаете, что все это, то вы глубоко ошибаетесь. Личные и междоусобные проблемы начинаются, как только нога первого жителя переступает порог дома. Кому-то не нравится шум, работающий непредалеку у фабрики, и храп соседей по ночам. Кто-то требует посадить пару деревьев для тени, или парк с бассейном построить поблизости. Некоторых бесит каменная изгородь вокруг сада. Многие говорят, что магазин, школа и поликлиника находятся слишком далеко. И так далее. Проблема есть у всех. И вы, как всегда, крайний. Еще и комиссия постоянно делами интересуется. Правительственные юристы взятки требуют. Не забудьте также про зарплату своим людям. Всевозможные штрафы и расходы. И постоянно недовольных жителей. Видите ли, им не нравится, когда у них дом горит. И поверьте мне, если вы найдете свободную минуту, можете смело за это время построить себе памятник. Из золота. Прямо в центральном районе. И все, что вы сейчас услышали, является лишь мизерной частью всех возможностей игры. И вы очень многое потеряете, если не поиграете в нее. Тем более, что в магазине Rollsport вы сможете приобрести полностью русскую версию. А теперь традиционная рубрика. И сегодня секреты будут опять для вашей любимой игры Twisted Metal 3. Но на этот раз они будут покруче. Все секреты вводятся, как обычно, в режиме паролей. Вверх, 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 влево, влево. Уровень Warehouse. Квадрат, квадрат, квадрат. Влево, влево. Уровень Warehouse 2. Влево, влево, влево. Квадрат, квадрат. Уровень дискотека. L1, L1. R1, R1, R1. Бесконечный специл. R1, R1. L1, L1, L1. Далекий напалм. И вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Самонаводящиеся ракеты Rain Missile. И анонс для всех фанатов игры Tomb Raider 3. В следующей рубрике Kelp все секреты. Только в магазине Rollsport. Настоящие спортивные очки Ubex.